всем привет с вами негатив играю новый турнир под названием авангард попался мне минут мой был кстати это на работе то есть сосредоточенности как таковой не было плюс сегодня вообще не играл то есть это первый бой который я пошел много не до контроля получилось собираем в общем ящики ящиков на этой карте море на других не знаю и больше не играл потому что с работы приеду буду доигрывать там еще может пару боев схожу так сбор проходит и здесь основной момент нужно с порога захватывать вот эти флаги будут к сожалению ящик он забирает спамлю пехоту доставляю электростанцию как бы опять же понимаю то что я вам показываю как я буду играть в топе здесь отвлекся слишком сильно на ящике но успевая все-таки ткнуть авиазавод завод спецмашин и поставить 5cs в развертку в третий штаб я не иду собрал я не очень честно говоря вот этот флаг я забираю центральный забирает он то есть пехота концы сильнее в этом плане сюда пригнал койота вроде все неплохо но здесь мой косяк то что я не поставил этого койота сразу же на захват и смотрим что происходит минуту 30 появляется первое подкрепление я не знаю по какому таймингу она появляется честно говоря то есть у меня вот здесь я чуть позже захватил флаг поэтому меня еще крепление нету вот эти три штурмовика койота начинают разбирать можно здесь покататься поконтрить выбить всю эту пехоту здесь вот еще подкрепление идет уже с центра ну а тут уже пошло моё выбила я этих трех штурмовиков но появляются моментально еще три штурмовика приходится мне отступать у меня подъезжает еще один койот то есть о третьем штабе речи не идет я что спамлю пехоту по моему на нижний флаг стрекоз диких на центральный флаг койотов на этот флаг опять же перебиваю этих штурмовиков вылезает еще три плюс конфедерат 2 прислал здесь уже я не до контроля потому что переключился на центральный и посмотреть что происходит здесь вижу то что он посылает сюда приличное количество своей пехоты поэтому устраиваю спам опять же на этот флажок и плюс появляется бот и штурмовиков мы этих перебиваем стрекозы очень сильно на самом деле выручают извиняюсь то есть перебивают они пехоту тоже довольно-таки успешно у них пулемет плюс ракеты ну и центральный флаг я захватываю этот по-прежнему держу здесь вот повторюсь не до контроля много было до сих пор лежит ящик позже его заберу даже не разведал но вот этот флаг я уже не знаю чем перехватывать потому что до кречит я не пошел я делаю побольше диких чтобы держать центр потому что в любом случае конфа будет использовать вертекса однозначно решил попробовать прислать сюда стрекоз но тут уже гранатометчики пошли от бота то есть подкрепление очень мощные наши стрелки умирают от бункеров то есть пока пехота идет ее толку нету пытаюсь опять же все это дело перебить вот все таки забираю ящик и пошел я вот в третий штаб потому что вроде как ситуация довольно таки стабильная то есть сюда я наспамил очень много пехоты чтобы там не молотопех не зевсы не могли не перехватить потому что подкрепление очень быстро вылезают в любом случае вы законтрите пытаюсь перебить все-таки здесь пехоту и появляется уже первый вертекс то есть конфедератор решил отыграть через развитие выбивает он мне моих койотов я увидел то что вертекс очень маневренную то есть это 25 плюс ранг сто процентов но вот о чем я и говорил то есть хорошо что я с порога делаю дикобразов этот флаг он вертекс и меня отобьет просто-напросто нужно каким-то образом обезопасить вот этот флаг так что я делаю здесь он провел разведку кстати по моему моей базы полетел зачищать этот флаг ну я выхожу в ягуаров плюс выхожу в кречетах я отстаю в этом плане от него но вот у меня такое решение было то есть выкинуть с дэшку кстати очень многие я думаю так будут делать особенно конфедерации потому что 2 с дэшки кидаешь и все флаг под твоим контролем а флаги в этом турнире на решают просто нереально а дальше один флаг молота пехом молота тайфуном теми же вертексами контрится уже просто налегке потому что если встанет сюда ракетка бункер вы уже только мамонтами это выбить и либо яга хамом но до яга хама вы просто-напросто не успеете зачищает зачищает он этот флаг я дождался когда он убьет все юниты и начинаю добивать этого молота не даю ему перезахватывать опять на глазок убегаем чтобы нам эту армию не выбивали она нам еще явно пригодится диких решил гнать на этот холм здесь выстраиваю пушку выстраивают ложки но с этой стороны я фактически не защищен техника еще только начинает производиться то есть первый ягуар первый кречет диких по-прежнему спамлю и залетает он сюда четверкой уже вертексов база у меня от авиации не защищена здесь была его ошибка ему нужно было завод выбивать он решил выбивать по ложке включая был по эти вышки от бота чего они ему сперлись я не знаю видимо он рассчитывал что один флаг передавит меня очень неразумное решение с его стороны но здесь и моя ошибка то есть показывается базу нужно защищать так здесь расположились вот уже все видите на седьмой минуте вылезают первые ягуары и вылезают первые зевсы дефон здесь весь по выбивал то есть вышек нету мне тоже обороняться не чем мой бот давит с этой стороны вижу что у него тоже есть зевсы ну и поднимаю первого кречета начинаю выбивать именно зевсов диких отвожу ягуаров до заказ весь вот сюда вот так дикие здесь стоят то есть бот напрягает разбивает его армию поднимает он вертексов разумеется но у меня все антиэйр то есть стоит вот так вот целый грядой два флага я вроде как бы защитил и естественно он залетает вертексами пытается выбить не диких но их много плюс вертекса уже под разбитые и теряет он все четыре штуки так здесь по-прежнему пытаюсь выбивать бота зеленого цвета тем временем ставлю здесь пушку вышки пытаюсь как-то обезопасить себя от бота контроля очень много то есть нужно если вот боевые действия уже пошли нужно потому что если чуть-чуть вы недоконтролите можете потерять контроль над флагом а это равно поражению в этом турнире то есть два как минимум нужно держать если вы не держите самого начала два флага там на третьем четвертой минуте вы не перехватили скорее всего вы уже не перезахватите вас в любом случае задавит подкрепление идут разбивают этих зевсов то есть я сюда пока что подмогу не гоню понимаю что еще как минимум 1 2 покрепить подкрепление вылезет и это армия еще получит не раз ну а здесь на год производстве пытаюсь нагнать еще кречетов еще ягуаров пушка достроилась ну и кайфуем последний месяц так сказать gold обороной потому что дальше пушки так далеко стрелять не будут как в принципе ракетки поднимает он вертексов то есть пытается выбить бота потому что вот его еще и по центру напрягает я считаю что центральный флаг это основной потому что напрямую идет на базу вся армия начинает огребать кречетами залетел посмотрел что там происходит здесь очередное подкрепление от бота плюс я пытаюсь помочь здесь кречетами поднимает он вертекса но я его фокусить не стал моя задача выбить вот этих зевсов чтобы они не перехватили флаг иначе я могу проиграть вертекс получает от диких снова вылезает подкрепление то есть чувствуете как быстро там 1 30 секунд я так понимаю сбивается вертекс пехота пытается добить этого зевса но здесь очень жирный 26 ранг все-таки здесь пушка на голод обороне отстреливает вот этих зевсов и креп ну и загоняет он все-таки сюда зевса но у меня на глазке стоит банда и опять появляется подкрепление плюс я поднимаю кречетов ну и флаг он не перезахватил то есть пять зевсов не доехала ягуарами разумеется пять ягуаров пошли на таком тайминге тоже не перезахватишь начинаю помогать с этой стороны благо все-таки пушку я поставил вышку поставил бота я с этой стороны отбиваю кое-как но опять же не сказать чтоб легко то есть подкрепление очень быстро идут постоянно приходится контрить ремонтировать ну и все подкрепление бота моего с 10 минуты идут уже существенно из двух флагов то есть ягуаров уже там по несколько штук стоит рушка не хватает ему света не хватает ему техники есть а пролетел разведать ведь крепление одно за другим одно за другим начинает бот пробивать поднимаются снова вертексы диких снова подгоняю голд воздух сейчас должен быть по сути давай да голд воздух чтобы наносили максимальный урон дикобразы вертексы нам явно не нужны ну а вот то есть бескончаемый просто волной начинает давить 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 начинает выбивать вот эту ракетку здесь я поставил еще одну вышку ягуаров до заказа отправляю расставляю выбиваю зевса кречетами смотрю что происходит здесь на базе вижу то что рушка уже разбитая грены и и сейчас доберут а одна без света решаю и ваншотнуть забираем терять я не собираюсь кречетов вертекс получает дикобразов которые стоят по-прежнему охраняют этот флаг решаю забрать пв и все у него пустая база но суть в том что он вышел в четвертый штаб вместо того чтобы спамить тому тех же зевсов молотов может огнеметчиков я не знаю у меня четвертом штабе речи не идет я на третьем играю весь бой абсолютно то есть смысл идти там шесть минут в егэхам чтобы потом упереться просто вот в такую волну и не пробить ее ну и все здесь бот уже начинает его разносить пытается он бункера влепить я уже подгоняю диких прямо в упор чтобы вертексы здесь не выбивали моего бота куча гренов куча броников ягуары плюс мои яги подъезжают четыре штуки плюс дикие щиты конечно работают но что это отобьет уже ничего абсолютно и идет просто разнос 10 очередная волна бота меня здесь все прекрасно я обороняюсь ягуары пушка вышки то есть кое-как отстреливаю плюс кречитами периодически там помогал то есть это учитывайте это один флаг так давит для победы минимум нужно держать 2 это просто минимум по-другому скорее всего здесь не победить я так думаю даже если вы будете держать центральный флаг вас флангов год просто замучает как конфу так и собру такой турнир не знаю не буду никого ни к чему призывать 3 4 штаб кречит и выходить или все-таки начинать от второго штаба и как я играю решайте сами абсолютно я обзор у немца посмотрел то есть он сразу в 3 вышел до кречитов но там не было спама от конфедерата то есть он фактически никак не проявлял инициативу в начале сразу закрылся на базе когда конфедерат сидит на базе и флаги не берет почему бы не идти в 3 в 4 штаб как говорится но вот когда здесь самого порога конфедерат начал захватывать флажки ни о каком тут третьем штабе идти речь не могло потому что перезахватить его потом будет ну реально проблематично я считаю все всем спасибо за просмотр надеюсь ролик оказался полезным всем удачи в этом турнире всем пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok